Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Джек. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed 2 ремастер на PS4. И у нас еще целых три цели. К одной из них я решил добраться сам. Ну то есть всю дорогу мы с вами скипнем, только разве что на вышечку я при вас залезу. И оттуда мы скорее всего цель-то как раз и увидим. Так что снова садитесь поудобнее, запасайтесь едой, чашечкой кофе может быть. Круассанчиком, кто утром смотрит. Ну мы же с вами как бы с Акхэблю, Юбисофт, ну вы поняли. Поэтому как без круассана. И ближайшие полчасика в ассасенчик позалипаем. Так, наша цель, я так понимаю, вот вообще в том типа мини поместье. Или какую-то даже складскую территорию может сказать. Наверное, я пешком туда добегу. Я потом придется возвращаться опять же пешком за лошадью, но я готов на это пойти. Хотя нет, лошадей тут много. И все мои. Видимо, он мне сейчас какую-то инфу даст. Потому что я тоже думал, что мне придется драться. И тут бац, какой-то мужик мне говорит, иди сюда, Эксо. Так, что по лекарствам полностью? Ну, если понадобится моя помощь, приходите. Угу. Мы нашли архиепископа Сальвиати. Он заперся в той самой вилле. Возьми моих людей и отправь их расчистить поля. Затем проберись за стены и попробуй открыть ворота. Обычно я наношу удары за угла. А теперь у меня будет собственная армия. Ммм, это мне нравится. Судя по всему, это игрокам понравилось. Потому что в Братстве Крови добавили отряды, управление отрядами. Мы их там потом смогли отправлять на всякие миссии, задания и прочее. Так, ну давайте потихонечку проникать. Тихо. Так, я, кстати, не помню, как ими управлять. Через Р-2 вроде бы надо навестись или через Л-2. Да, бейте их. Давайте, пацаны, я в вас верю. Так, нам нужно вот туда пробраться. Там что-то на самом деле очень много страшненько. Давайте-ка возьмем метатель немножко. Смогу ли я вот так вот сейчас незаметно подойти к нему, успеть прицелиться и еще и бросить к нему кинжал? Да, смогу. Так, еще один господин. Там аж четверо их. Тихо, остался. Ой-ой-ой. А может быть и нет. Блин, какой я топовый! И последнего. Пол хп снес. Блин. Не-не-не, драться не хочу. Ладно-ладно. Окей, я тебя понял. Так. Вспоминаем азы. Держим так. И как его оружие-то забрать? Я, по-моему, должен быть вообще безоружен, да? Нажать контратаку, типа, в последний момент и так, да? Ну-не, ребята разберутся. Я тут понял. Ох, как я со спины так предательски его ударил. Хорошо. Пойдемте, ребят. О, этих-то я раскидал. Ну, просто. Максимально. Ой, здрасте. Ой, что-то случилось там такое? Привет, пацаны. Так, еще одного. О, сто процентов убиваем вот так. Ой, нет. Ой, нет. Да какой тебе гражданин? Все, они там сейчас за воруху врубаются. Мне нужен лишь ты. До свидания. Так, и... Я тут смогу залезть? Да, я тут смогу залезть. Давайте, ребят, я вас верю за вас, болею. Я тут предупреждал тебя, ассасин, но ты не послушался. Это мне кто говорит? Меня же никто не видит. Да не-не-не, какая драка, вы че хоть? Так, я готов вот в этого сейчас кидать. Нож метательный. Кстати, Юбисофт что-то прямо сейчас затарились. И стали выпускать статуи. Бюсты, точнее, своих героев из всех предыдущих игр. Большие такие. Потому что, ну, по сути-то, хороших коллектовал, ну, типа, коллекционных хороших изданий-то особо не было. У нас в России до сих пор, помню, как продавали издание первого ассасина, который я хотел себе на день рождения купить. Но так в итоге не накопил и не купил в 2007 году. В апреле, по-моему, игра выходила на ПК. С этим. Там внутри, короче, была футболка, по-моему. Ну, точнее, не футболка, а вот этот вот, типа, худи. Или, как оно называется? Кофт, что ли, такая с капюшоном, в общем, ассасинская. Вот. Ну, обыкновенная кофта, да? С символикой ассасина. Ну, я же сам открою. Я открою ворота, погодите. Я ей тоже рассказываю. Ну, и вот, короче. В итоге я ее не купил, но при мне потом, когда заходил в магазин, купил какой-то мужик себе подарок. Он, короче, коробку сразу в магазине открыл. То есть мы посмотрели на качество предметов, но и такие, типа, ну и окей, ничего не потеряли. А еще в 2008 году у Акелы была жесткая такая мания на коллекционке с коробками, которые открываются, как книжка, и внутри постоянно были пакеты. То есть, ну, только в России, по-моему, могли придумать пакеты в коллекционных изданиях, за которые ты плачешь там 2-3 тысячи и получаешь пакет в итоге с игрой. Спасибо, блин. Потрясающе просто. А в коллекционке этого, как он называется, Alone in the Dark 2008 года был пакет, по-моему, был пакет тоже, и фонарик. Хотя в оригинальной коллекционке был там артбук, саундтрек, диск с игрой, фигурка с главным героем. И никакого пакета, поэтому... Вот как-то так. Ну, в принципе, у первой этой части была хорошая коллекционка западная, как у второй. С нормальной фигуркой. Ну, такого, как бы, не очень топового качества, как сейчас, например, делают. Но была. И вот теперь они решили бюсты со своими персонажами переиздать. Блин, мне надо как дверь открыть, но там, типа, три толпы врагов ходят постоянно. Мне бы как-то рили это все успеть бы сделать. Может быть, дымовуху кинуть? Спрыгнуть в этот момент? Нет, я не туда ее скинул, но не поняли, да? Вы вечно твердите об одном и том же. Давай. Все, пацаны, все норм. Ну, хотя бы часть какую-то смогу в дому убить сейчас быстренько. Не всех, конечно, но... До свидания. Пока другие из-за тебя умирают. Ага. Так, мне нужна цель моя. Вон он, прям в центре. Голожопый такой. Нет, не отзывашь свои люди. Но ты мне нужен. Твоя участь решена. Сюда иди. Эээ, сюда иди. Спасибо. Молодой человек. Ну, че делать теперь? Ну, не херен. Мужик все еще, кстати, жив. Вон, его бьют. Но он жив. До свидания. Блин, какая же все-таки топовая способ. Прям класс. Ага. Предательский тычок в спину. Где Якопо? Он знает, что ты ищешь его. Он выходит только по ночам, чтобы встретиться с остальными. Я хочу знать не только когда, но и где он. Вера должна приносить утешение, а не боль. Спокойся с миром. Да конечно, тебе не ответят. Почему он... Разрешите конфликт вступить в бой или убежав? По-моему, выбор очевиден, как бы. Я действую по пиратскому кодексу. Вступаем в бор и... В бор. Вступаем в бой и избегаем. Так, сундучок там потихонечку наполняется. Я, в принципе, мог бы еще и этих ребят нанять. Они мне неплохо помогли. У меня известность почти максимальная. Да, пацаны, я даже готов деньги потратить. Так, ну пойдемте. Где там у нас? Какая точнее точка ближе будет? Хилок я почти не потратил. Это что? Это выход во Флоренцию. Ну, обе точки находятся в черте города. Поэтому мы, наверное, сейчас вот по правой дороге зайдем туда. Да, вот тут вроде дорога не нужна. Или нет? На, по-моему, это. Не, ну доспех все-таки просто потрясающий. Я реально прям... Наслаждение на него смотреть. Нравится. Опаньки. Это кто таком, я думаю? Привет. А, ну с него уже денег больше не даю. Я с этим мужиком гонялся знаете сколько. Так, там можно, кстати, постерчик. Фомнировать. Вы отпустили ту, которую вас зовут. Ребят. Атакуйте. Выиграй для меня немного времени. Вчетвером на одном. Вот это лол. А, нет, там еще пришли какие-то кридорики. Че делаешь? Оп. Легко. Эм. Че они не атакуют? Пацаны. В смысле мы не противники? Алло, давайте драться. Вы че-то... По-моему, интеллект немножко сломался. Что происходит? Выпустите меня. Можно я выйду? Ребят. Гайс. Ладно. Простите, ну я должен был. Так, это нам не нужно. Че-то у меня реально такая уже большая известность. Привет. Не, не сваливаешь. А у него будут деньги, нет? Кстати, мы сейчас сможем бумажку кодекса собрать. Бумажку, страничку. Ну, пойдем. Сейчас с другой стороны, короче, обойдем и все заберем. Так, подожди. Да, ну точно должно быть с другой стороны здания. А то я сам бы наверняка на них, типа, не напал. Ну, на четырех, в соло, как бы, зачем? А теперь, когда со мной и группа бандитов. Ну, то есть, клевых парней, которые помогают. Опаньки. А улучшенных-то в итоге нет сумок. Хотя я вкладывал с портного, но в Монтериджоне, может быть, там? Типа, лучше. Пацаны, помогайте. Ха? А где они? Пацаны? Это просто потрясающее зрение. Ох, я могу еще этих нанять, чтобы они победили. А вы что не деретесь-то, я не понял? Что за баги? Алло. Да, да, по городу ходит какой-то убийца, но мы не знаем, кто он. И никогда не узнаем. Я не знаю, что-то произошло. Но мне это на руку, если игра так и дальше будет сломана, я просто все пройду. Надо только не выходить из нее. Точно. У всех же, да, была какая-нибудь ситуация, когда вы ловили какой-нибудь баг в игре? И в итоге, чтобы он оставался, он был очень комфортным и топовым, вы не выходили из игры потом. Это кто такой? Это кто такой? Кто это? Че он убегает? Ладно, плевать. Возможно, это какой-то важный мужик. Так, пацаны. Вы мои теперь. Те сломались, че-то, походу. Да, явно сломались. Че происходит? Так, я заплачу сейчас глашатами, потому что, ну надо, серьезно. И скажи, что у меня 40 сантиметров. Ой, ну, типа, меньше большой, я не буду. Все. Чтобы меня боялись. Забейте, короче. Так, мне надо налево. 80 метров. О, сундук. Ну и сейчас половину суммы я себе верну, да? Да, ровно половину, кстати. 500 потратил на глашатого и вернул 250. Легко просто было. Здрасте, да, здрасте. Ну все, они на меня уже даже особо не такие. Так, че могут здесь сделать? Так, давайте все починим. Я хотел какой-то меч себе вроде купить прикольный. Который прям много-много всего прибавлял. Меч капитана, но он стоит 5200, а у меня 5120. Серьезно? Вот серьезно. Так, давайте попробуем поворовать маленько. По-моему, надо просто подойти и держать крестик. Нажимать, точнее. И тибрить. Тибрить деньги. Мне надо 200 набрать. Думаешь. Давайте, пацаны. Без меня, пацаны так. Так без меня, пацаны. Ну-ка, попробуй сейчас оружие выхватить. Давай. Ну? Не, ребят, игра сломалась. То есть он мне не дает себя захватывать, но при этом и не дерется. Я тебя понял. Что вообще как бы? Я не знаю, кто такие бомбинцы. Давайте я буду просто затыкивать их. Но все равно ими не бьют как бы. Мне кажется, именно из-за того, что группа со мной ходит, вот, что-то типа баганулось. И схватить? А, нет, дают схватить. Это хорошо. Давайте тогда схватим так, чтобы мечом... Нет, получается. Этого не дали. До свидания. Просто у меня надо быть инкогнито, чтобы внутрь попасть. Он ударил меня в ответ, но я урон не получил. Это типа была какая-то контратака, видимо. И игра стала подлагивать. Странно. Ах, если бы я знал, что произошло. Нет, не знаю. А, так я тут был. Игра, хватит лагать эту консоль. Прекращай. Там, кстати, кто-то постер повесил наверх. Очень логично. Там, где все увидят. Все узнают, что это я убийца. Мне денежки нужны, чуваки. Опять 153. У меня опять 200 для нового меча. И сейчас, если группу с собой возьму, то опять у меня этих денег не будет. Так, я что-то, по-моему, все кругами бегаю. Давайте уже найдем, куда мне надо войти. Сюда, по-моему. Я не уверен. Да. Я потратил все метательные ножи. И я, ну, как бы, это, на самом деле, не проблема. Просто пойти их можно купить, но я не помню, кто их продает. Вон она, целая куча башен. Я, кстати, эту миссию я помню из детства. Ну, как из детства. С 2008. Которую я сейчас возвращаю себе. Блин, мне надо с такой стороны залезть, чтобы прям... Меня никто не увидел сегодня. По-моему, по-любому они меня будут видеть. Потом, кстати, вроде будет крутой спуск с этих башен. И игра реально лагает. Я не понимаю, почему. Как бы нечем лагать. Вот в чем проблема. В общем, если еще раз FPS... Причем, он именно лагает, она, знаете, она подфризивается, но мне показывает, что становится не 30 FPS, который лаг здесь, да, в игре, а 180. То есть, это немножко странно. О, я, по-моему, не смогу залезть, да? Да. Я не могу вне... Лучник, не надо! Лучник, не надо! Не надо, лучник! Я за стенку спрятался. Все, все. Кыш! Блин, все потратил. Метательные ножи. А давайте я слева попробую. Нет, слева нельзя. Знаете, сейчас пойду здесь, и они просто расстреляют, и все. Давай-давай-давай-давай, на дорожку успею, успею. Успею, пожалуйста, ну! 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 Поднимись! Все. Если у меня сейчас попадут, то все будет топ. Эм... Ясно. Но я как бы хотел с воздуха убить чувака. Просто прыгнуть не надо, думаю. Но нет. Игра я решила по-другому. Да, он реально там с ума сошел. Я боюсь теперь даже прыгать-то на ней. Игра реально, по-моему, сломалась. Но я не хотел этого. Псих. Привет. Ты доручок, Эдсо? Ты что, не прыгаешь? Сейчас бы еще убили бы меня. Было бы вообще смешно. Пока. Так, может, метатель на ноже у них есть? Да, один есть. Кстати, странно, что у соседей до сих пор не было луков. Так, два метательных ножа. Я отсюда никого не увижу, да? И на веревку я, наверное, тоже не прыгну. Ну, вроде выглядит так, что можно допрыгнуть, но мне кажется, что это риск. Я его могу увидеть отсюда? Да, могу. Домой. Так, этих двух вроде бы и не достаю. Прыгать я точно не собираюсь. Во, опять, опять 180 фпс. Я не знаю. Давайте попробую разобраться, может быть, что-то не в игре дело, может... Хотя нет, я ее не смогу перезапустить. Итак, ребят, вроде бы я все пофиксил. Не знаю, видимо, какие-то проблемы... Я даже не знаю, с чем. Правда. Я попробовал все перезапустить, вроде как работает. Вот, и я уже немножко просто поднялся, я... Буквально 10 секунд где-то записи потерялись, когда я спрыгнул на веревочку и пошел на самую главную башню, вот она. Я нашел сюда путь, поэтому сейчас попробую сюда пройти. Надеюсь, сейчас быстренько вернусь обратно в игру. Тихо. Ну, камон, убить надо было. А, убил. Так. Там двое. Бэээм! So good. А вон он, псих этот. Привет. Ну куда ты? Убей его, Этсо. Спасибо. Прояви уважение к смерти, друг мой. Я покажу тебе уважение. Не ты. Я. Пусть твое тело и разум наконец обретут покой. Покойся с миром. Это все прям вошел во вкус, да? Так, и остался еще один человек. Он, наверное, как-нибудь вот в той башне, да? Полетели. Там было перышко на одной из башен. Все. Как теперь жить? Я его не забрал. Ну ладно. Так, надо заплатить деньги. Я, конечно, копил, но мне сейчас тысячу дали, поэтому нормально будет. Ну ты помнишь, да, что говорить? Так, а у кого же я? По-моему, где молоток, это доспехи. Или оружие тоже. Благородные цены для... Да, 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 да. Меч капитана. Все, теперь я супер боец. Ну, на данный момент. Ну, кто платит, тот и прав. Добрый ночи. Оу, еее. Мечик так мечик. Ну, и теперь можно идти на задание. Простите, грустите. Известность, кстати, даже меньше, чем 25%. Теперь на меня вообще никто не отбит. Прости. Да я случайно столкнул. Ну, че? Так, ты кто? Я не знаю. Ты, видимо, под квест дашь. Он сумасшедший, я же ему ничего не сделал. Все лишь сосед. Да не хотел я! Че они коробки в руках держать не могут? Все, давай. Квест. Быстрее, я тут что-то заметил. Наконец-то ты здесь. Мы нашли Бернардо Баранчелли. А ты монотиция. Говори, где он. Об остальном я позабочусь сам. В том-то все и дело. Лоренцо удалось его поймать несколько дней назад, после возвращения из Константинополя. Но враг сумел вязать. Мы полагаем, что сейчас он Сан-Джеминьяно. Ва-бене. Я постараюсь загнать его в угол. Нам это не удалось, а ты хочешь сделать это в одиночку? Да. Я знаю как. Когда он говорил, о, мы привезли его из Константинополя, но он сбежал, это как в Южном парке. Мы его привезли, и это он. Зови его обычно. Ты бесишь меня. Так, я думаю, лучше повыше. Я знаю. Значит, тут повыше не беремся. Вон он. Слушайте, а что если он рядом с Сеном пройдет? И тогда ее... А если он все-таки придет? Если это случится, я пойду дальше. Нигде не буду задерживаться. Только... Как же спать? Когда же спать? Где же спать? На Сорожевой башне. Они решат, что я спать. Они не знают. Блин, в колодце. В колодец ныкаться, это прям топ. Ребят, я ныкнусь в колодец, серьезно. Я попрошу для братства. И для меня так безопаснее. Да, я попрошу. Запрыгни обратно. Я просто хотел вбок. Ребят, это будет идеально. Это будет просто идеально. Да, да, ты сидишь с ума. Блин, давай, давай, колодцы, подходи. Какой толстычок. Чуть глаза. Ну че ты, ну давай. Я прям, короче, в колодец его скину. Сейчас проткну. И Стражи, мне поможет. О. Давай, давай, давай. Ты же подходил. До свидания, молодой человек. Оу, еее. Подождать того стоило. Мы нафиг колодцы, да? То есть мы прямо сейчас на дне колодца сидим. Мы собираемся в церкви, когда назначается время. Мне жаль, что так вышло. Покойся с миром. Реквест Инпачи. Валим. Не валим. Валим? Нет, не валим. Он уходит. Валим. Валим. Пей его. Как хорошо, что вся Страж и Паркурист, как бы, та же, как и я. Это так реалистично и классно. Все. Да. Это было идеально. Потому что я ассасиин. И на этом мы заканчиваем эту серию. С вами был Джек. Спасибо большое, что посмотрели. Я буду отдыхать в этом стаку сена, где я уже открыл сундук, если что. Вот. И увидимся в следующей. Спасибо большое за просмотр и счастливо. Не забывайте заходить в магазин jdui.com Теперь после покупки вы получите 3% себе на кошелек обратно, используя кодовое слово Джек. Первая ссылка в описании. Продолжение следует...